В районных центрах ситуация с аптеками, с различными сетями, с кишиневскими, а также наши местные аптеки, ситуация обстоит достаточно благоприятно. Здесь много аптек, у людей есть выбор в покупке лекарств, он может зайти в ту или иную аптеку и просмотреть, где ему больше нравится обслуживание, где больше ему нравится ценно, ну и так далее. Что касается распространения аптечной сети в сельскую местность, то здесь в начале нашей деятельности мы увидели определенные серьезные недочеты. Когда мы стали монетаризировать состояние аптечной сети, мы обнаружили, что ряд аптечных пунктов, которые работают в сельской местности, работают с определенными нарушениями в той или иной степени. Это было и по Камрадскому району, часть аптек в Чедорунском районе тоже испытывали определенные сложности и так далее. В прошлом году, благодаря нашим совместным действиям СИЛАЧ-50, мы сумели получить уже, скажем так, лицензию на функционирование таких аптечных пунктов, как в Авдарме, как в Чакмайдане, как в Кирсово, в Кангазе, ну и собственно привести в порядок те аптечные пункты в городе Камрад. Мы сумели в прошлом году открыть аптечный пункт в Джалтае, благодаря совместной деятельности с одним из частных агентов, а также аптека, которая была в Томае, испытывала определенные серьезные финансовые трудности и трудности с кадрами. Тоже была проведена определенная работа и экономический агент выкупил эту аптеку, сейчас аптека работает ритмично. По Вулканежскому району, в принципе, там ситуация с аптечной сетью достаточно на нормальном уровне. Когда эта работа могла осуществляться своевременно и правильно? В том случае, когда собственник этих помещений, зачастую это наши примарии, вовремя, в свою очередь, оформляли свои помещения в кадастровых органах и вовремя реагировали на наши запросы. Да, наша цель максимально предоставлять помощь, то есть покрыть аптечной сетью в идеале, скажем так, все населенные пункты Гагаузии. Однако здесь есть ряд серьезных моментов. Если совсем маленькие аптечные пункты требуют определенных изменений в законодательстве, которое мы ждем от нашего Министерства здравоохранения, чтобы мы нашли для маленьких очень сел, да, с населением до тысячи человек, таких как Котовская, как Карбалия, как Киселия, да, села тоже маленькие, такие как Ферапонтьевка, нам нужны определенные какие-то законодательные акты, которые нам позволят открыть эти аптечные пункты там. Потому что в рамках того законодательного поля, которое есть сейчас, открытие этих аптек очень проблематично. Дело в том, что там экономические законы, они действуют, и аптека – это прежде всего предприятие. И здесь мы должны каким-то образом и учесть интересы нашего общества, и иметь какую-то возможность в законодательном поле открывать эти аптечные пункты. К этому стремимся, к этому идем, думаем, что в этом плане будем работать. Ряд населенных пунктов, скажем так, населения от двух до пяти тысяч, по прошлому году тоже у нас была цель и намерение открыть такие пункты аптечные в Кирет-Лунге, в Бишалме, и, скажем так, еще после реорганизации открыть вновь в Дизгинже тоже аптечный пункт ИЛАЧ-50. Однако в силу разных причин, где сельский совет из-за того, что не было вовремя оформлена собственность, задержал с выдачей, скажем так, право на договор в пользование этими помещениями, часть, где просто было путаница в документах, была пропущена дата, когда мы имели возможность, это окно возможностей, если так можно выразиться, в открытии этих пунктов, было пропущено 1 ноября. После этого ужесточился правило выдачи лицензий лицензионной палатой. Мы, когда столкнулись с тем, что лицензионная палата не выдает лицензии для работы в Бишалме и Кирет-Лунге, направили, селаясь на то, что для того, чтобы эти аптечные пункты были открыты, их необходимо включить в план, национальный план размещения аптек, который, в общем-то, не существует в реальности. Мы написали в министерство письмо и попросили помочь в открытии, аргументировали наши позиции и попросили в этих населенных пунктах открыть эти аптечные пункты, то есть инициировали процедуру. Министерство, изучив наше письмо, еще раз просмотрев всю ситуацию по республике Молдова и увидели, что не только в ГГУ здесь такие проблемы, а есть и в Штефанводе, и в Каларашевке, и в Каушанахе и так далее, инициировало изменение закона 57-го, 57-го закона от 2011 года в части статьи 19, пункты 4, 5 и 6, как раз там, где они вступали в конфронтацию с, скажем так, законом о свободной конкуренции. И на постановлении правительства в прошлую среду эти пункты правительство предложило депутатам, скажем так, исключить из этого закона. То есть мы фактически в ГГУ инициировали изменение данного закона с тем, чтобы позволить более открытой конкуренции, скажем так, аптек между собой и открытие вот этих вот маленьких аптечных пунктов в населенных пунктах с населением менее 3000 человек. Что позволит в конечном итоге нам эти киоски, эти пункты аптечные открывать в этих селах. Поэтому, если бы, скажем так, местные власти успели бы дать соответствующие разрешительные документы нам до 1 ноября, эти аптечные пункты были бы уже, наверное, открыты, как были открыты в Джалтае, как были реорганизованы все эти пункты у нас по Камрадскому району, и как была реорганизована аптека в Тамае. Но в результате того, что я сказал несколько ранее, эти сроки были упущены, к сожалению, в этих трех селах. Поэтому, как бы, необходимо еще немного времени для того, чтобы уже наши депутаты парламента приняли изменения в соответствующий закон, после чего, как бы, от нас мы готовы хоть завтра это все открывать. Нам нужно просто, чтобы мы могли в законодательном поле работать, и чтобы мы могли, соблюдая законодательство, открыть на постоянной основе эти пункты. Поэтому просим с пониманием отнестись жителям этих населенных пунктов. Те обещания, что дал исполком, мы обязательно их выполним. Ну, необходимо провести еще эту процедуру. Кстати, я хочу сказать, что не только по аптечным пунктам такая ситуация у нас сложилась. Фактически, по прошлому году мы очень активно поработали и с помещениями для пунктов скорой помощи нашей станции Гагаузи. То есть, в прошлом году, вы знаете, что 4 марта 2016 года во Вдарме состоялось выездное заседание правительства, где в том числе один из пунктов гласил, что, скажем так, центр по догоспитальной оказанию помощи, то есть центр скорой помощи на базе вот этих пяти пунктов станции скорой помощи, который был создан, национальный центр скорой помощи, он приведет эти помещения в порядок. Условия для наших работающих фельдшеров, водителей скорой помощи, врачей скорой помощи приведет в соответствии с реальностью нашего времени. Поэтому, действительно, была проведена достаточно большая работа, были даны договора о передаче в пользование в таких населенных пунктах, как Тамай, как Баурчи, как Казаклия. В Кангазе эта собственность была у них оформлена, и у нас остались определенные моменты только с Чешмикёем, где мы сейчас должны взять просто, там вообще собственность никак не была оформлена. Есть определенные вопросы, потому что окно, когда это все государством давало возможности оформлять без различных всяких бюрократических проволочек, он истек в шестом-восьмом году. И сейчас это требует определенных каких-то дополнительных мероприятий для того, чтобы мы это все оформили. Поэтому в этом году, помимо того, что я сказал, какие у нас есть планы по этим аптечным пунктам, есть планы совместно с Центром скорой помощи привести в порядок эти помещения.